Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. И сегодня свое особое мнение будет высказывать ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач. Здравствуйте, Валентин Николаевич. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот с чего хочу начать. Так, для затравочки. Одно из последних сообщений сегодняшнего дня. В России может появиться интернет-будсмен. Администрация президента и правительство России рассматривает возможность создания такой должности для того, чтобы вести переговоры между интернет-сообществом и, видимо, властями. Как относитесь к такой инициативе? Считаете, что назрела необходимость? Нет? И почему? Знаете, как простой обыватель, которому говорят, что может появиться очередной чиновник со своим аппаратом и функциями и бюджетом, который он будет потреблять, мне это, конечно, не очень радует. С другой стороны, мы все настолько привыкли к интернету, сервисам, которые он предоставляет. Мы привыкли пользоваться не только информационными, но и различными платежными, почтовыми, коммуникативными, и другими сервисами, которые нам здорово помогают и просто кардинально изменили жизнь. Что мы от этой сферы деятельности, как интернет и все, что с этим связано, очень сильно зависим. В последнее время государство достаточно активно работает в этом поле, устанавливая какие-то правила игры, регулируя, вводя определенные ограничения, логичные, защиты детей. Я не хочу спорить сейчас на эту тему, все не все, но государство активно работает сейчас на этом поле, защищая свою безопасность, защищая нашу безопасность, защищая детей и так далее, преследуя свои государственные интересы. При этом эту работу выполняют конкретные чиновники, конкретные должностные лица, которые так или иначе трактуют действующее законодательство. При этом эти трактовки могут быть иногда спорные, иногда интерпретируемые. И все чаще возникают различные истории, диалоги, конфликты, недопонимания между представителями интернет-бизнеса, интернет-сообщества и представителями властей. И если при рассмотрении этих конфликтных ситуаций, при рассмотрении споров, дискуссий и, не дай бог, каких-то судебных разбирательств, появится уполномоченная сторона, которая будет защищать интересы интернет-сообщества и выступать неким переговорщиком между обществом или бизнес-сообществом и государственным аппаратом, то, наверное, это хорошо. Потому что, будем так говорить, все многочисленные облудсмены, которые появились, они появились как раз как способ лучше защищать и устанавливать различные коммуникации между профессиональным сообществом, если мы говорим о бизнес-облудсмене, и различными надзорами, контрольными органами. Споры на эту тему какое-то время побушевали, потом утихли. Все согласились, что да, наверное, это правильно. Поэтому, может быть, нужно смотреть на практику, нужно смотреть... Вы знаете, вот это будет очень сильно зависеть, работает или не работает, это полезно, не полезно, нужно, не нужно, от конкретного человека, который будет там, или группа людей, которые эту функцию будут выполнять. Кто-то может ее выполнять замечательно, а кто-то будет ее профанировать. И, соответственно, и отношение к этой должности, к этой функции будет соответствующее. Давайте подождем, как ситуация будет дальше развиваться. А как вы думаете, скорее все-таки введут должность или скорее не введут? Вот такой прогноз. Прогноз, ну, думаю, примерно 50 на 50. Ну, знаете, тут уже можно дойти до маразма, и можно омбудсменов уже вводить во всем. Знаете, не хочу шутить, острить на эту тему, но, наверное, можно попытаться это покреативить и пофантазировать. Мне картинка просто такая представилась в ближайшей прямой линии, например, нашего президента. Омбудсмен защиты абитуриентов. Сидит президент, а вокруг омбудсмены, и он с ними общается. Ну, знаете, при нормальном гражданском обществе, то каждый из нас может выступать своим омбудсменом чего-либо. Своих детей, своей семьи, своего предприятия, где мы работаем, своей социальной группы или группы по интересам, ну и так далее. Это можно просто, вот эти страты, это деление нашего общества и выделение представителя, переговорщика и защитника этой группы можно довести до самого минимального количества. Амбудсмен там филателлистов может появиться или рыбаков и так далее. Ну, вот тут на самом деле защищать права интернет-сообщества перед властями или защищать власти от интернет-сообщества можно действительно приводить очень много примеров. В частности, пример последних майских праздников, и вы тоже в этой истории засветились, Валентин Николаевич, я говорю сейчас о памятнике деревни Салтыкида, Слободского района, которого неподобающим, на мой взгляд, тоже образом демонтировали в неподобающее время. И вот блогеры выложили всю эту историю в интернет, и она пошла, пошла, пошла. И она сейчас дальше развивается. Последнее буквально видео, где два инициатора, которые выкладывали эту информацию, пытаются поговорить с главой поселения, с Якимовой Татьяной Алексеевной. Она отказывается, всё это вываливается в интернет. И история вот таким образом продолжается. Я вот об этой части, может быть, попозже поговорить хотелось бы. А тут, потому что меня спрашивали все, на сайте в анонсах нет этих вопросов, но многие подходили и спрашивали, просили меня передать вам эти вопросы. Как вообще принималось решение о реставрации памятника? Потому что вы сделали заявление, что готовы этот памятник принять, реставрировать и поставить где-то на территории университета. Почему приняли такое решение? Как его принимали? Ну, во-первых, та эмоциональная реакция, которая была на информацию о том, что памятник солдату Великой Отечественной войны в очень некрасивой форме разрушен, демонтирован и выброшен на помойку, она сама по себе, тем более, что это произошло накануне 9 мая, очень здорово ударила по нервам. И вызвала эмоциональную реакцию у меня и у многих сотрудников нашего университета. Студенты ко мне обратились, которые читали в социальных сетях по этому поводу. Соответственно, первая реакция была абсолютно эмоциональной, с точки зрения, что так поступать нельзя, и мы точно должны чем-то помочь этому солдату, этому памятнику. После того, как информация стала более полной, что там произошло и что происходит, мы обсудили с коллегами в университете, и все согласились, что имея у себя факультет художественных обработки материалов, дизайна, строительных конструкций, кафедру на строительном факультете, мы поняли, что мы вполне можем это помочь решить в этом вопросе, тем более, что по этому поводу было обращение как со стороны общественности и блогеров, так и такое обращение или просьбу, поручение, я это воспринял от губернатора Никиты Юрьевич Белых, помочь решить это в этом вопросе. Мы, безусловно, рассмотрев у себя, приняли решение, что, конечно, мы точно поможем. Это касается и осмотра, экспертизы технического состояния этого памятника. Собственно, и у нас особых иллюзий не было, уже исходя из тех фотографий, которые мы видели. Осмотр, который произошел вчера нашей комиссии, подтвердил худшие опасения. Памятник в том виде, как он был, восстановлению не подлежит. Речь идет скорее о такой реконструкции его, максимально приближенной к оригиналу. Создать заново. Создать заново, но для того, чтобы сохранить преемственность, мы будем по максимуму стараться фрагменты старого памятника использовать при реконструкции этого памятника, уже нового. А оставить его у себя, мне кажется, очень хорошая идея, потому что, во-первых, мы рассчитываем, что студенты примут массовое участие в этих работах по его восстановлению. Во-вторых, если уж эта история произошла вот такая спорная, нехорошая в Салтыках, то, ну, тем более там установлена новая стела. Почему бы не установить восстановленный этот памятник на территории нашего студенческого городка, где 4 общежития, 4 учебных корпуса находится, большая территория. Студенты там и учатся, и живут, и отдыхают, и занимаются спортом. Вот, более 2000 человек у нас в студгородке только находятся. Соответственно, если мы, сейчас наши специалисты из кафедры архитектуры анализируют план нашего городка, в ближайшее время они предложат нам варианты, где его можно расположить. Мне кажется, такой новый памятник украсит наш студенческий городок для студентов, для подрастающего поколения, для молодежи. Я считаю, что это будет очень хорошим, таким правильным сигналом, напоминанием о том, кому они должны быть благодарны за свою мирную жизнь, учебу, за мирное небо над головой, извините за такие слова громкие. Но, тем не менее, это так, и об этом забывать нельзя. Тем более, что в следующем году мы будем праздновать 70-летие Победы. Очень хороший повод. Я не знаю еще, как по времени получится. Либо это будет, ну, конец этого года, либо, если там что-то затянется, мы это сделаем уже весной, накануне 9 мая в следующем году. Ну, в любом случае, мне кажется, это будет очень хорошо. И мы получили очень хорошую реакцию, опять же, в интернете, в социальных сетях. Все с пониманием и с одобрением отнеслись именно к такому нашему предложению. По поводу сохранения памяти хотела как раз с вами поговорить. Знаете, наверное, не зря жители Салтыков собрались и решили, что, пожалуй, будет правильнее сделать стену памяти с фамилиями конкретных людей, которые пошли на войну, выполнили свой долг, погибли на войне, чтобы вспоминать о каждом конкретном человеке. А не приходить к памятнику обезличенному, неизвестному солдату, которых множество было поставлено в советскую эпоху. Понятно, когда они ставились, почему они такими были, эти памятники, почему они были такими монументальными, почему меч присутствовал и так далее. Мне кажется, что это вполне логично, вспоминать о конкретных людей. Вот в данном случае идут ли ваши размышления так далеко, как я сейчас пытаюсь вас завести, что, может быть, и не стоит, раз вы сами сказали, что первая реакция была эмоциональная, и мы понимаем всегда, чем она была вызвана, у всех абсолютно, у меня тоже. Может быть, не стоит идти так далеко и восстанавливать этот памятник, и ставить памятник неизвестному солдату той эпохи и так далее. Может быть, другими все-таки делами заняться, на другое потратить деньги, на конкретных героев, конкретных людей. Вы знаете, нужно делать все, и помогать конкретным героям, и увековечивать их память, и вспоминать, и помогать живым, стареньким и больным нашим ветеранам, и членам их семей, и детям войны, и много кому еще нужно помогать. Но, во-первых, вот этот памятник солдату, вот кто смотрел фотографию, это классический образ, такой канонический образ воина-защитника и спасителя нашей страны. И, вы знаете, вот, я не знаю, как у других, у меня взгляд на вот этого солдата в каске, плащ-палатке с автоматом ППШ, с какими-то медалями на груди. Это, знаете, такой очень мощный архетип, который мгновенно, только взгляд на него, он порождает целую массу ассоциаций различных и вызывает определенный настрой и так далее. И не случайно в нашей стране, переживший войну и много чего такого лихолетия, образ защитника, и он имеет очень глубокую эмоциональную оценку. Каждый мужчина, каждый мальчик, каждый парень воспринимает себя как потенциальным защитником нашей страны. И вот видеть такие образы собирательные, и смотреть фильмы, и ассоциировать себя на месте этого воина-защитника, это очень правильный образ. И он должен, ни в коем случае не должен уйти из исторической памяти народа. Поэтому он обязательно должен быть. Я поняла. Вот сегодня утром, буквально уже, когда был выложен анонс вчерашнего дня на сайте, как обычно мы выкладываем анонс, представляем гостей, которые придут в особое мнение. Сегодня утром позвонила Татьяна Алексеевна Якимова, глава Ильинского поселения, который сейчас, можно сказать, в самом центре... Звезда интернета, да? Да, событий. И она буквально потребовала, просила и потребовала задать вам несколько вопросов. Я их записала. Да, давайте с удовольствием отвечать. Я начну с того, как вы их озвучите. Я скажу, что когда 9 мая я с друзьями, будучи в пути в Пермь, заехал в администрацию Ильинского поселения, попытался, хотел просто с ней поговорить на эту тему. Поэтому она, вместо того, зная, что мы приехали, выйти с нами поговорить, будучи там, находясь в Доме культуры, от нас просто спряталась. Не знаю, там, выпрыгнула она в окно или там спряталась в туалете, где там это было. Она от нас просто убежала. И выглядело это очень неприлично. Выглядело очень позорно. Такие дядьки приехали на мотоциклах, здоровые, в этой форме, спрячься от вас. Ну, мы вели себя очень вежливо. Мы были вежливые мотоциклисты. Я почему сказала это? Потому что как раз так... И никто не собирался там нарушать порядок. И сотрудники милиции, которые были тогда, дежурили в праздничный день в центре этого поселения, мы им сразу сказали, что вы ничего не опасайтесь. Мы просто приехали, тем более, что я накануне предупредил в Фейсбуке, что мы обязательно к ней зайдем в гости, посмотреть ей в глаза. Очень хотелось посмотреть ей в глаза. Задать ей несколько вопросов. Может быть, ее ответы нас бы удовлетворили, и мы бы просто расстались бы друзьями. Но так как она поступила, и так как я вижу, как она реагирует, прикрываясь какими-то формальными документами, оправдывая свою выходку некрасивую, у меня отношения к ней лучше не стало. Видимо, Татьяна Алексеевна Фейсбуком не пользуется, потому что и вопрос-то свой она не через интернет сейчас передала, а буквально по телефону зачитала. Был как раз один из моментов. Я дословно привожу, что вы хотели выразить приездам байкеров, которых, возможно, во главе с вами, поскольку вас узнать нельзя было из-за маскировочных костюмов, как выразилась Татьяна Алексеевна, в село Ильинское Слободского района во время концерта 9 мая, напугав зрителей в зале, задавая вопросы о местонахождении главы поселения. Что вы хотели со мной сделать, спрашивает она о вас? Прибегнуть к телесным наказаниям на площади, как советовали блогеры? Но вы уже ответили, что вы хотели просто поговорить. Я просто хотел посмотреть ей в глаза, на самом деле. И насчет того, что мы напугали местных жителей, знаете, если кто-то кого-то пугает, то люди убегают и не общаются. Вместо этого, когда мы подъехали к центральной части этого поселка, со всех сторон к нам стала подходить молодежь, дети, взрослые, местные жители стали спрашивать, зачем мы приехали, что происходит. И первое, что мы сделали, это мы поздравили с праздником. Во-вторых, мы стали сами задавать вопросы, а что здесь произошло, а какое отношение у местного населения к этому. И стали просто замечательно общаться. Как всегда, встреча с местным населением приезда байкеров закончилась массовым фотографированием на мотоциклах. Что люди говорили? Люди говорили разное. Кто-то вообще не знал об этой истории. Кто-то оправдывался тем, что мы тут живем в этом поселке, где администрация, а вот там мы ничего не знаем. Кто-то осуждал, кто-то возмущался. Люди не владели там, на самом деле, достаточной информации, и им сами было интересно вообще в этом деле разобраться. То есть информацию практически вы привезли для некоторых из них? Да, для многих из них мы. Продолжаем по обращению главы Ильинского поселения Татьяны Алексеевны, которая позвонила сегодня утром, Татьяна Якимова. Она говорит следующее. Не считаете ли вы правильным сначала разобраться в ситуации с памятником в Ильинском поселении, услышать мнение компетентных органов, мнение главы поселения, а не поддаваться на провокации тех, для кого главное было заработать деньги и славу? Ну понятно. Ну, еще раз говорю, что мы для того и приехали в Ильинское, чтобы получить необходимую информацию. Что такое поддаваться на провокацию? Понимаете, вот решение правоохранительных органов найдут они, усмотрят они в ее действиях нарушение законодательства или нет. Кроме закона есть еще мораль и совесть, есть этика каких-то действий или бездействий. Выбросить венки, цветы и сам памятник на помойку накануне 9 мая – некрасивый поступок. Независимо от того, это мое личное мнение особое, оно только мое, но при этом я имею право его иметь при себе и выражать публично. Вот вы уже рассказали о том, как практически совет университета собирался, как хотят поступить с памятником, а Татьяна Алексеевна спрашивает вас, есть ли у вас полномочия решать судьбу демонтированного памятника? Нет, конечно, нет у меня таких полномочий. В этой связи я подготовил на имя муниципального образования письмо с просьбой передать. Полномочий, конечно, у меня никаких нет в этом плане. Я руководствуюсь просьбой губернатора, который озвучил поучаствовать в судьбе этого памятника. Ну и последнее. 20 мая 2014 года по вашей просьбе в село Ильинское приезжали представители ВИАТГУ по дальнейшей судьбе памятника. Общественность и я благодарим вас за грамотное, корректное и этичное общение с нами. Спасибо. Закончим с этой историей. У нас 4 минуты до перерыва и куча вопросов, которые хотелось еще осветить на самом деле. Давайте, поскольку коротенькое сейчас и короткое время, то вот начнем вопрос и продолжим после перерыва. Я хочу обратиться к опросу, который был проведен газетой «Бизнес новости». Опрос случался следующим образом. Можно ли сделать Кировскую область инвестиционно привлекательной? Большинство читателей считают, что сделать регион привлекательным возможно. 62%. 36% говорят, что Кировская область вряд ли можно сделать привлекательной в смысле инвестиций. Ну и около 2% сказали, что им вообще все равно. Как вы проголосуете? Я бы проголосовал, к сожалению, я не видел этот опрос. Безусловно, Кировская область является потенциально привлекательной для инвестиций. И она сейчас является уже таковой. И можно достаточно не слишком дорогими, но правильными, грамотными действиями в дальнейшем эту инвестиционную привлекательность многократно повысить. А что вы имеете в виду, когда вы говорите, что не слишком дорогие, но правильные действия? Какие, например? Ну, имеются в виду различные управленческие решения. Вот инвестиционная привлекательность, она состоит из нескольких таких слоев параметров. Ну, можно начать в первую очередь географическое положение, транспортная доступность. То, что область и Киров находятся на пересечении автомобильных, железнодорожных, авиационных путей, частично там речной транспорт и так далее. Плюс географическое положение, то, что мы граничим с девятью субъектами Российской Федерации. Мы находимся в таком центре цветка с лепестками из других регионов. Относительно близость к Москве, в то же время близость к Уральскому, Западно-Сибирскому регионам. Все это, уже только это говорит о том, что у нас есть потенциал. К этому нужно добавить потенциал человеческого капитала, это квалификация рабочих инженерных кадров. Которые есть? Которые есть. Я на эту тему могу много говорить. Да, вот это интересно. Это наличие профильных вузов, соответствующих инженерной направленности, гуманитарной направленности, управленческой направленности. Я говорю не только о своем университете, я говорю и о сельскохозяйственной академии, медицинской академии, гуманитарном университете. То есть есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы на территории области можно было создавать, развивать целый спектр промышленных бизнес-проектов и много чего. Вот о том, как они сейчас развиваются, эти бизнес-проекты, не слишком долго, но поговорим после перерыва. Я хочу все-таки разобрать и задать пару вопросов по Вятскополянскому промышленному парку. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Напоминаю, что сегодня свое особое мнение высказывает ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач. Мы заговорили про инвестиционную привлекательность региона. Я хотела вас повернуть в сторону Вятских полян, Вятскополянский промпарк. О нем много говорят, я почему про него вспомнила. Вы сказали, что в Кировской области достаточное количество квалифицированных кадров, и это является тем потенциалом, который, безусловно, тоже привлекательен для инвесторов, кроме географического положения. Я когда рассматривала презентацию по промпарку, довольно, на мой взгляд, такую скудную, в общем, я как инвестор бы, например, на нее не соблазнилась. Хотя, может быть, какие-то другие презентации не выложены, более привлекательны. Так вот, мы как раз беседовали уже не помню с кем в тот момент о том, что там тоже говорится о близости высококвалифицированных кадров. Мы все думали, где там в Вятских полянах такая большая база этих самых кадров, в самих Вятских полянах подозрение у нас сложилось, что их нет. В Кирове они, наверное, есть, но где они будут жить там, например. Потому что мы в самой схеме этого парка не увидели жилых помещений, домов, инфраструктуры и так далее. Смотрите, я, к сожалению, в силу того, что работаю в университете, не знаком подробно с документами, с информацией по Вятскополянскому промпарку. Поэтому давайте не буду говорить то, о чем я не очень хорошо знаю. Например, на моих глазах уже больше года проводится работа по организацию промышленного парка в самом городе Кирове. И речь идет об промпарке «Игроград» на «Народное-28». И я хочу сказать, что университет принимает самое непосредственное участие в его создании. Мы стали дними из первых резидентов, разместив там свое опытно-промышленное оборудование. И мы активно принимаем участие в рабочей группе, которая обсуждает дальнейшие мероприятия по развитию этого промышленного парка. И могу сказать следующее, что, хотя я сразу говорю, что промышленные парки не один, не единственный и не основной инструмент повышения инвестиционной привлекательности. Вернусь к этому своему посылу. Если говорить о промпарке на «Народное-28», то хочу сказать, что, по моему мнению, это лучшая площадка для комфортного, удобного размещения малого-среднего бизнеса, который хочет заниматься реальным производством. То есть площадка отлично подходит по транспортной доступности, по инфраструктуре, электроэнергии, высокие большие потолки, теплое помещение, хорошо освещенное наличие воды, света, канализации, всего необходимого. И правильное отношение администрации этого промпарка с точки зрения идеологического подхода. Поэтому, если эта работа будет доведена, то для такого рода бизнеса будут созданы очень хорошие условия. А в чем сомнения? А если у нас получится, любое дело можно запороть на любой стадии его реализации. Поэтому я проявляю осторожность. А если еще нам удастся реализовать нашу задумку совместно с правительством области и создать при помощи Министерства образования и науки центр опытно-конструкторских разработок и прототипирования Фаблаб, который у нас в университете есть и уже работает. Мы о нем говорили и правительству области понравилось то, как это реализуется, это заинтересовало. То есть, если его сделать в больших объемах, лучше оснастить оборудованием и квалифицированными специалистами, то вот этот центр прототипирования и конструкторских разработок, такой РНД-центр, такое новое название, там, то вот он станет таким центром притяжением и центром такого очень активного инженерного творчества, как раз на базе этого промпарка для резидентов. То есть, у них, для тех, кто будет заниматься производством, будут очень быстро решаться различные инженерные задачи, связанные с организацией, планированием, реализацией различных своих монтажа оборудования, организацией производства и так далее. Это будет очень здорово, эта услуга, она показала, что она очень востребована, мы сейчас буквально завалены заказами, я имею в виду профаблаб университетский. Если мы его отмасштабируем и сделаем лучше, сильнее, эффективнее на базе этого промпарка, то будет очень хорошо. Но, еще раз говорю, что промпарк это замечательно, но для инвестиционной привлекательности много еще другого нужно. Я в этом плане, конечно, смотрю очень внимательно, как инвестиционная привлекательность была резко повышена, например, в Калужской области. Ну, там, будем так говорить, обычный регион, который находится там недалеко от Москвы, испытывая от этого массу проблем, связанных с оттоком молодежи, квалифицированных кадров и так далее, и не имея особых природных ресурсов, там было сделано оценка на привлечении внешних инвесторов путем создания максимально комфортного интерфейса общения с органами власти, с контролирующими надзорными органами, с решениями различных бюрократических, административных, контрольно-надзорных проблем, с которыми сталкивается любой инвестор, который собирается строить какое-то предприятие. Что значит максимально комфортный интерфейс общения? Это значит, что правительство закрепило за любым потенциальным инвестором контактное лицо. Конкретного человека? Конкретного человека, который решал все их административные вопросы. Решал не в смысле 90-х годов, как это воспринимается, а просто организовал очень быструю коммуникацию, очень быстрое рассмотрение вопросов, сроки рассмотрения любых документов, любых процедур были максимально сокращены, и тем самым для инвесторов была создана очень дружественная такая комфортная атмосфера. И это сразу привлекло... Ну, плюс активное вовлечение, активные поездки, активные приглашения к себе различных представителей крупных международных и российских компаний и много чего другого. Вот если такую практику, мне кажется, организовать у нас в области и много еще другого сделать, то... Это представляется, что чиновники должны будут решать вопросы бизнесменов, еще нести за это ответственность каждый, за доведение до логического конца, за привлечение... Ну, это очень непростая задача, мы все упрощили сейчас о том, разговаривали. Но на самом деле это вполне возможно, это реализуемо, и это очень сильно будет влиять на отношение к области. Ну, да. Но, тем не менее, возможность координировать их работу и эти полномочия есть у региональных властей, сейчас их гораздо больше, чем было 5-10 лет назад, и, соответственно, эту работу можно и нужно проводить. Знаете, как интересно, население относится к пониманию инвестиционной привлекательности и вообще поступлению денежных средств в области, да, в бюджеты. Вот у нас был не так давно эфир, дневной разворот, по-моему, и позвонил слушатель, который сказал, так вот слоганом задорно как-то в духе прям праздничных дней. Он сказал следующее, если Белых сможет договариваться с федералами и денег привезет в регион, пусть остается, сказал. Это уже так как предвыборная риторика пошла. А если не договорится с федералами и не привезет, то пусть уходит. Это же относится не только к Никите Юрьевичу, а к любому, кто придет на этот пост. К любому руководителю. Есть такое обывательское представление. Раньше оно особенно культивировалось бывшими региональными властями, когда губернатор считался плохим или хорошим, только там в зависимости от того, сколько он выключил денег из Москвы. Вот. И все остальное уже было неважно. Ну, я считаю, что это не очень правильная оценка, не очень корректно. Безусловно, нужно по максимуму организовать работу всех департаментов, правительства области для того, чтобы они по максимуму включались в различные программы. Ведь федеральные деньги, они же просто так, как раньше, не даются. Вот просто пойти посидеть в приемной у министра какого-нибудь или у председателя правительства, пожаловаться на тяжелую жизнь вятского народа, и он там с барского плеча что-то там напишет, резолюцию, столько-то миллиончиков в области выделить. Сейчас это не работает. Это практиковал не очень успешно Владимир Данилович Сергеенко в свою бытность, потом его преемник Николай Иванович. Но сейчас правительство Российской Федерации и все федеральные структуры работают по программным процедурам, где объявляются различные программы, на конкурсных условиях необходимо выполнить целый ряд работ здесь, на территории области, подготовить необходимые документы, предусмотреть там различные встречные обязательства в виде софинансирования или каких-то других действий. Только после этого, может быть, удастся эти деньги затащить. Сейчас мы говорим о бюджетных и небюджетных средствах. Если говорить о инвестиционной привлекательности, гораздо больше денег, чем в бюджете находится у бизнес-структур. Российских и международных, иностранных денег в мире масса. И масса инвестиционного капитала перетекает из одной страны в другую. И здесь даже частичка этих колоссальных потоков может Кировская область просто взорвать и сильно преобразить. Для этого необходимо прилагать определенные усилия. Как Вы считаете, о... Кстати, на инвестиционную привлекательность играет не только деятельность правительства области и конкретных чиновников. Влияет и поведение людей, культура поведения на улице даже. Наличие состояния аэропорта, криминогенная обстановка, разгул или отсутствие коррупции. И масса чего другого, что влияет на репутацию региона, репутацию жителей региона и много чего другого. На эту тему можно писать научные диссертации и исследования проводить. Что же влияет на инвестиционную привлекательность прямо, косвенно, опосредованно и так далее. У нас буквально полминуты остается, поэтому очень коротко. А как Вы считаете, у главы региона, который придет в сентябре месяце после выборов, придет, так сказать, в область управлять, или останется, или придет новый, неважно. Главной задачей на ближайший срок будет каким-то образом удержать просто область на месте. Не впасть в большие кредиты, не допустить какой-то напряженности, ну как-то выжить просто. Или все-таки на первом месте будет стоять та самая инвестиционная привлекательность и такие лучезарные все-таки какие-то планы можно будет строить. Вы знаете, глядя, как развиваются другие регионы, как складываются сейчас ситуации в экономике страны, безусловно, я думаю, что будет однозначно стоять вопрос только о развитии. Притом речь будет идти о скорости этого развития. Будет это спокойно, средне или очень быстро. И здесь... То есть можно не бояться стогнации или регресса, да? То губернатор Массаница Никита Юрьевич Белых, который уже приобретя значительный опыт, как положительный, так и отрицательный, в решении тех или иных вопросов, избавился наверняка от многих иллюзий, связанных с там, что из себя представляет тот или иной руководитель в области, та или иная группа руководителей, компаний и так далее, может с высоты вот этого опыта принять массу таких очень правильных решений, кадровых, как у себя в правительстве, так и в отношении поддержки и инициирования тех или иных программ развития кировских предприятий. А вы считаете, что кадровые решения нужно принимать будет? Они всегда нужны. Кадровые решения, знаете, пять лет это очень большой срок для того, чтобы... А вот четко можете мне сказать, а не нужны эти кадровые решения сейчас? Обязательно возникли какие-то кадровые решения. Это не мне решать. Понятно. Это было особое мнение ректора Авиатского государственного университета Валентина Пугач. Я большое спасибо, что пришли. Мы с вами совершенно не успели проговорить про ЕГЭ, а там столько интересного. Про мониторинг эффективности вузов. Про мониторинг эффективности вузов, про то, как студентам предлагают сдавать экзамены в будущем. Давайте мы это отнесем на следующую нашу встречу. Спасибо. Спасибо. Договорились. Меня зовут Светлана Занько. До свидания. Особое мнение на 101FM